Приветствую вас. Правда заключается в том, что ни одно желание, ни одна потребность не может быть такой, чтобы о ней или о нем нужно было думать постоянно, если это только не физиологическая потребность, да, то есть потребность, отвечающая непосредственно за физиологические желания. Соответственно, нужно в первую очередь определить вам, чего конкретно вы хотите, что конкретно вам нужно, и почему вы не можете перестать думать о том, что чего вы хотите, то есть почему это для вас так важно. Да, понятно, что не все зависит от вас, но не должно все зависеть от вас. То есть нормально, если вы делаете все, что от вас зависит, и все. Понимаете, чтобы желание сбылось, нужно меньше его хотеть. То есть нужно разбить, снизить мотивацию, стремиться к реализации этого желания. Потому что, если вы думаете о нем все время, значит здесь заметено нечто большее, чем просто необходимости реализовать это желание. Также, может быть, у вас имеет место быть навязчивость. Про навязчивость можете почитать в интернете, это немножко отдельная история. Вы пишите завышенные важности и переживание выведете проблему. Завышенная важность, вот именно, значит тут примерчена важность всего-то и еще другого, неконкретного. Не конкретно к этому относящегося, относящаяся потребность замешана. То есть, грубо говоря, есть желание одно, действие одно, но в этом действии заключено несколько желаний. Поэтому вам так тяжело. Нужно это разгрузить. Допустные варианты, это не то. Это не влияет на реализацию потребностей. Это то, что вы описываете, тоже это абсолютно не то. Тут нужно именно с эмоциональной сферой, со сферой потребностей работать. Вот, значит, ну и, соответственно, вот вы, естественно, врежу своему желанию, чтобы, типа, если будет постоянный вопрос, вот это, конечно, поднимает вопрос о том, насколько для вас это желание важно еще раз. То есть, такое впечатление, что оно у вас в своей жизни живет. Вот. И полностью на вас влияет. А вы такая, типа, как жертва. В отношении него. Ну, так быть, на самом деле, не нужно. Опять же. Вот. Так что, значит, что делать, сказал. Может, не нужно специально отпускать желание, если не может его сделать. А вы просто неправильно понимаете, да? А процесс отпускать. Вот. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду помочь. По-хорошему вам нужно взять индивидуальную консультацию и на ней уже все проговорить, прообщаться, побеседовать. Тогда и будет понятно, что конкретно вам делать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.